Привет, друг! Сегодня я расскажу тебе, как я делаю технику комбинирования горлового баса и доксаунда. В этой технике я использую два вида горлового баса и два вида доксаунда. Первый — горловой бас обычный. Для того, чтобы его научиться делать, тебе нужно представить, что ты вчера простудился, и сегодня тебя мучает кашель, мокрота застряла прямо на выходе, и тебе нужно её откашлить. Вот эту вибрацию нужно поймать и протянуть. Получится первый горловой бас. Для того, чтобы научиться делать второй вид горлового баса, который я использую в этой технике, тебе нужно добавить к этому горловому басу высокий голос. Вот как звучит обычный горловой бас. И вот как звучит изменённый горловой бас с высоким голосом. Далее мы разберём, как я его использую и почему. Как же я делаю доксаунда? Тебе нужно сказать букву Т. Т-т-т-т-т-т-т-т-т. Именно в таком положении языка, в каком я сейчас показал. Т-т-т. Твой язык становится в форме такого чана и прижимается к верхнему нёбу. Там, где начинается ребристая, заканчивается гладкая, ты прижимаешь его. Теперь тебе нужно создать давление на начальном этапе произнесения этой буквы. Когда ты создал нужное давление, тебе нужно открыть бок языка. Ты открываешь бок языка И у тебя получается вибрация между твоим языком и десной Так делается даксаунд Первый вид даксаунда Второй вид даксаунда Делается при сомкнутой челюсти И звук проходит как между языком, так и между твоими деснами Положение языка такое же, просто челюсти сомкнуто и слегка сдвинуто вбок Для того, чтобы создать расстояние между твоими деснами Такой даксаунд легче контролировать по тону звучания Мы разобрались с тем, как делать горловой бас и с тем, как делать даксаунд Теперь перейдем непосредственно к технике их комбинирования Чтобы разобраться, как комбинировать эти звуки Нужно сначала понять положение твоего рта, когда ты делаешь горловой бас Тебе нужно сказать д-д-д Положение твоего языка должно быть как при извлечении даксаунда Потому что когда ты заканчиваешь делать горловой бас тебе нужно сразу перейти на duck sound а с этого положения тебе как раз легко перейти на него все что тебе остается это замкнуть твою челюсть сдвинуть немножко вправо и на букву у сказать и сделать duck sound это первое положение второе положение низкое используется первый вариант duck sound и второй вариант горлового баса просто мы его занижаем по тональности и произносим те же самые слоги также можно делать горловой бас через нос при этом мы говорим слог то через рот но не слишком широко его открываем чтобы это не было ярко выражено а буква n она уже уходит в нос важный момент обязательно нужно делать так sound на букву у обратите внимание как надувается моя щека создается эффект плавного нарастания громкости этого звука это как раз и создает эффект синтезатора еще один важный момент это то что ваш горловой бас и duck sound должны звучать в одной тональности в каком-то гармоничном интервале на этом урок заканчивается мне больше нечего добавить практикуйтесь и у вас все получится всем пока